В предпоследнем туре чемпионата страны по футболу в первой лиге календарь свел две команды из нашего областного центра. Хозяевами поля во второй серии Гомельского дерби были футболисты Гомель-Желдор-Транса. В первом круге в июле на центральном матче между Гомелем и Гомель-Желдор-Трансом завершился без голевой ничьей. Нынешняя игра могла внести ясность в вопрос, кто же из двух коллективов в нынешнем сезоне одержит итоговую победу в местном противостоянии. Тем более очки обеим дружинам на финише сезона нужны позарез. Однако не получилось. Команды вновь сыграли по нулям. Надо отметить, что результат вполне закономерен. Исетовать на не совсем удачный исход матча могли наставники обеих команд. Возможность забить решающий гол была и у хозяев, и у гостей. В первом тайме территориальное преимущество было у Гомеля. Иголкипер железнодорожников Андрей Селивончик чаще вступал в игру, а вот его визави Олег Ковалев порой скучал. Второй тайм проходил куда веселее. На самом его старте Ковалеву пришлось впервые серьез потрудиться. Голкипер был на чеку и отвел угрозу от своих ворот. Минут за 20 до финального свистка удача сопутствовала уже железнодорожникам. Полузащитник зелено-белых Антон Терещенко угодил в перекладину. Примечательно, что на протяжении всей игры главком Гомеля Владимир Журавель не провел ни одной замены. Причина тому – череда травм игроков основы клуба. У нас достаточно большой лазарет. На замене у нас были ребята, которые не подходили по позиции. Ставить футболиста, нападающего полузащитого в опорную зону, наверное, это не есть хорошо. Поэтому мы решили обойти себе замену. В целом же результат был по игре. Правда, болельщики, стойко переносившие все сюрпризы погоды на трибунах стадиона «Сдюшор-8», все-таки заслужили увидеть забитые мячи. Получилась боевая ничья. У Гомеля были моменты, у нас были моменты, но мы их не использовали. Сложный матч был сегодня в плане организации атакующих действий. Поэтому, может быть, не 0-0, а 1-1, но ничейный результат объективный. У нас стратегическая задача была не проиграть. Это как минимум. По максимуму, конечно, мы хотели выиграть. Потому что осталось, уже остался один тур, одна игра, все умеют считать очки. Поэтому нам проигрывать нельзя было. Но план минимум выполнили. Конечно, хотелось бы выиграть. Таким образом, вопрос чемпионства в первой лиге решится в заключительном туре. У Гомеля и Могилевского Днепра на данный момент по 60 очков в активе. Для соперников они недосягаемы. В 26-м туре могилевчане сыграют на выезде со столичным лучом, на данный момент занимающим третью строку. У Гомеля соперник проще. Явный аутсайдер Ашмяны. Игра пройдет на центральном. Будем всю неделю говорить, чтобы недооценки соперника в коем случае не произошло. Несмотря на то, что Ашмяны замыкают турнирную таблицу. Я бы предостерег и всех болельщиков, которые посчитают заранее записать три очка. И тем более ребят. Будем настраиваться как на последний бой, как на самый главный матч этого сезона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...